Ответственный запуск тепла в первую очередь лежит на специалистах администрации. Они отдают соответствующее распоряжение ТЭЦ и тепловым сетям, а те в свою очередь команду потребителям, то есть управляющим компанией. Отопительный сезон, как правило, начинается в конце сентября-начале октября, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже 8 градусов. А раньше начать тоже можем. В этом отношении каждый потребитель решает, когда запустить тепло в здание. Мы оцениваем, прежде всего, готовность теплоснабжающей организации заполнить системы отопления и подать ресурсы уже непосредственно к потребителям. Мониторинг среднесуточной температуры ведется сразу несколькими организациями – Департаментом городского хозяйства, в управлении ГОИЧС и НАТЭЦ. Подготовку к новому отопительному сезону теплоснабжающие организации и управляющие компании начинают сразу после его завершения. Теплоснабжающая организация должна подготовить непосредственно провести мероприятие на источнике, на теплоэлектроцентрале, и подготовить все оборудование, и провести необходимые техпереворужения или какие-то мероприятия по модернизации, пока вот такой межотопительный период. И в том числе должна подготовить все сети, которые у нас магистральные и внутриквартальные. Это те сети, по которым подается тепло до управляющих компаний. Те, в свою очередь, должны провести все необходимые работы внутри здания или многоквартирного дома. Как показывает практика, к середине сентября теплосетевая ТЭЦ готова к отопительному сезону на 100%. А вот готовы ли дома и учреждения, будет решать специальная комиссия, заседание которой пройдет 25 сентября. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.